Полугар. Эталон крепостеводки в Российской империи. История. Название происходит от методы измерения с помощью отжига. Определяется таким образом, чтобы, влитая в казенную заклейменную отжигательницу, проба на га при отжиге выгорела в половину. Название постепенно изменялось от полувыгарного вина к полугарному вину и, наконец, полугару. Крепость точности измерения была весьма ограниченной, потому пересчет крепости полугара на современные градусы алкоголя затруднен. Так, а. Я, Купфер, в своей книге 1860 года указывал на эквивалент, равный 37,5%. В черновиках Купфер писал официальной крепостью в то время, однако, считались 38 градусов тралиса. Указ правительствующего Сената 10 февраля 1843 года утверждал, допускалось понижение крепости, но не более, чем на 3 градуса. По указу министра финансов М. Х. Рейтерна в 1866 году крепость простого хлебного вина была увеличена с 38 до 40 объемных процентов. Сделки со спиртным в пересчете на полугар велись, по крайней мере, до конца XIX века. По замечанию Б. В. Родионова наиболее надежным считалось измерение, сделанное в серебряной отжигательнице, отсюда название «серебряного полугара». В современных источниках также встречается ошибочное утверждение о том, что полугар – это спирт, разбавленный водой на четверть. У классиков литературы